Бремена, которые мы сами на себя берем. Часто происходит это именно тогда, когда мы хотим сделать что-то великое для Бога, потому что жаждем признания, желаем произвести впечатление. Некоторые из нас очень усердно трудятся над тем впечатлением, которое они производят на окружающих. Мы хотим, чтобы нас замечали, и это то время, которое мы сами на себя берем, стараясь произвести впечатление, чтобы люди о нас хорошо думали. Другой пример бремени — это ожидания. Я уже упоминал о перегорании людей. Это очень тесно связано с ожиданиями, когда мы пытаемся соответствовать ожиданиям других людей, но они бывают слишком высоки для нас, но мы хотим угодить им. И если нам удается в чем-то соответствовать каким-то ожиданиям, мы пытаемся соответствовать во всем, в каждом аспекте того, что от нас ожидается, и не хотим никого разочаровывать, но мы люди, мы несовершенны, и мы обязательно разочаруем. Но порой у нас у самих есть ожидания, которым мы должны соответствовать, и порой мы настолько высоко сами поднимаем планку, что не можем до нее достичь. И мы путаем то, что на самом деле хорошо, и то, что нам кажется хорошим. Хорошо, когда мы развиваем то, что Бог нам дал, интеллектуальные, физические способности. Но если вы хотите быть лучше других, то вы неизбежно начинаете конкурировать. И вы в чем-то даже будете похожи на сатану, потому что он хотел быть лучше других. Он захотел быть выше самого Бога. И он не устоял. И падение его было великое. Перфекционизм. Я уже говорил, что мы никогда не станем совершенными своими силами. Только Бог способен изменить нас, и Он это делает. И помните, что вы все еще на земле. Стремление к совершенству хорошо до какой-то степени, если оно и стремление к небесному совершенству. Но ожидать, что мы сможем достичь совершенства здесь, на земле, ошибочно. Идеализм. Идеализм может перерасти в идолопоклонство. Быть может, вы соприкасались с чем-то, что показалось вам идеальным. Быть может, вы посетили церковь, которая показалась вам идеальной. И после этого этот образ идеальности в вашем представлении вы начинаете навязывать всем окружающим. А ведь все церкви разные. Есть огромное многообразие, точно так же, как отличаются люди друг от друга. И идеализм очень легко может перерасти в идолопоклонство. Но Бог говорит, радуйтесь главным. И здесь вспоминается текст, записанный в Евангелии от Луки, 10 главе, когда Иисус посылает учеников на служение. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю власть вам наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». «Однако же», — сказал Иисус, «тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Я надеюсь, вы понимаете, о чем здесь идет речь. Не хвалитесь теми великими делами, которые Бог, быть может, будет делать через вас. Помните о сатане, который пал с неба, и радуйтесь, радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни. Ведь это постоянно. Возможности для служения могут появляться и пропадать. Победы сменятся неудачами, разочарованиями. Но пусть источником радости для вас будет то, что вы окажетесь в вечности вместе с Ним. Вот одна историческая иллюстрация из книги пророка Иеремии. «Так говорит Господь Бог Израилев к тебе, Варух». Варух писал под диктовку Иеремии. «Ты говоришь, горе мне, ибо Господь приложил скорбь к болезни моей. Я из немог от вздохов моих не нахожу покоя». Так скажи ему. «Так говорит Господь. Вот что я построил разрушу и что насадил искореню всю эту землю. А ты просишь себе великого, не проси, ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь. «А тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь». О чем здесь идет речь? Варах, секретарь Иеремии, уже написал значительную часть книги, которую мы знаем как книга пророка Иеремии. Он писал под диктовку все эти слова. И тогда не было компьютеров, печатных машинок. Как сейчас, достаточно нажать кнопку «печать», и все распечатается. Тогда все было намного сложнее. Нужно было вводить каждую букву. Это было непросто. Требовались часы. Он слушал Иеремию, произносящего все эти слова. И порой приходилось переписывать. Он что-то писал, потом отрывал, бросал в огонь, начинал писать заново. Приходилось начинать все сначала. И варук задает вопрос, «Ну, а в чем же моя жизнь? Я хочу сделать нечто великое, записать Божьи слова, сказанные через пророка Иеремию». И что на выходе? Что ж, ему предстояло еще многое переписать. Тяжелая работа. Но к нему было обречено Слово Божье, «Радуйся, что ты живой». И порой нам может казаться, что наша жизнь ничего не стоит, что мы не совершили ничего великого для Бога. Но радуйтесь, радуйтесь, что вы спасены от ада. Пусть это станет источником постоянной радости, что вас ждут небеса. Есть еще один текст в Писании, который об этом говорит. Послание к филиппийцам, написанное апостолом Павлом. «Не о себе только каждой заботься, но каждый и о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду, став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных земных преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос «Слава Бога Отца!» Вот это да! И вот какой урок мы можем извлечь из этого примера. Иисус жил лишь для одного, для своего Отца. И ему не важно было, что другие люди о нем думали. Очень трудно угодить всем, отвечать их ожиданиям. Но лучше, если мы уподобимся Иисусу и будем слушать лишь один голос. Тот голос, который на самом деле имеет значение. Он слушал голоса у Отца, Он смирил самого себя. Но затем Отец вознес его. Он наш пример. Апостол Павел сказал то же самое в несколько иных словах в послании к Колоссянам. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Итак, какое бремя нам нужно себя снять? Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Снимите бремя, бремя ожиданий, ожиданий, которые предъявляют к вам другие люди и вы сами. Вы можете снять с себя это бремя. Иисус говорит, «Снимите и научитесь отдыхать вместе со Мной. И потом возьмите Иго Мое, Иго, при помощи которого вы научитесь, и фокусируйте свое внимание не на своей работе, но на присутствии Господа в вашей жизни». Ищите Его присутствие, что бы вы ни делали, работали или отдыхали. И пусть всем вашим коллегам будет очевидно, что Бог присутствует в вашей жизни, и не только коллегам, но всем людям, которые соприкасаются с вами, чтобы вы стали орудием мира для окружающих вас людей, и в этом уподобились нашему Спасителю Иисусу Христу. Он ждет нас, чтобы мы пришли к Нему, как пастырь ждет своих овец. Придите к Нему. Придите к Нему. Снимите с себя бремя и найдите покой в Нем. Господь Иисус, спасибо, что Ты приглашаешь нас к Себе, чтобы освободиться от бремени, освободиться от своих грехов, освободиться от бремени ожиданий, неправильных представлений, на которых строится наше мировоззрение, тех ожиданий, которые предъявляют к нам другие люди. Мы хотим обрести покой. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты показываешь нам, как трудиться и при этом быть орудием мира, имея общение с Тобой, учиться смирению от Тебя и, трудясь, слушать лишь один голос и жить лишь для одного, для Небесного Отца. И во имя Иисуса мы молимся, чтобы Ты укрепил нас. Аминь. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинари.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Субтитры создавал DimaTorzok